Сейчас коротко о некоторых других событиях в нашей постоянной рубрике от Дайджест. Участок улицы Красногвардейцев в непосредственной близости от стационара городской больницы начали ремонтировать. Здесь проходит ямочный ремонт проезжей части, которая в последнее время больше напоминает решето, нежели асфальтовое покрытие. Стоит отметить, что на неудобную дорогу жалуются в первую очередь пациенты стационара и перинатального центра, так как доехать до больницы оперативно и без тряски порой просто невозможно. Проводимые работы лишь первый этап. В скором будущем здесь появится новый асфальт от больничного городка и до улицы Свободы, сообщает Управление городского хозяйства. На прошлой неделе в Кунгуре в подъезде дома вспыхнула детская коляска. Происшествие произошло в подъезде дома по улице Голованова в Черемушках. Огонь повредил детское транспортное средство и стены лестничной площадки. В момент горения коляска была пуста. Ребенок находился в квартире. Но это уже не первый подобный случай в нашем городе. Еще в октябре 2012-го в Кунгуре был похожий случай. И тогда предположительная причина была неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Однако в этот раз жители не исключают факты мести соседей. За два года на территории Пермского края зарегистрировано уже около восьми случаев обнаружения ртути. Один из них квалифицирован как чрезвычайная ситуация. Ртуть – это тяжелая и давитая жидкость, поэтому подобные происшествия создают реальную угрозу для жизни и здоровья населения нашего края, а также наносят ущерб окружающей среде. Будьте осторожны, аккуратнее обращайтесь с градусниками. В случае обнаружения ртути в помещении необходимо немедленно вывести людей из него. Затем открыть окно, чтобы понизить содержание паров металла. Собрать ртуть можно с помощью шприца и скотча. Он приклеивает к себе мелкие шарики. Заметать ртуть веником запрещается, так как она становится лишь еще мельче и незаметнее, сообщает администрация города. Сегодня, 19 июля, около 8 вечера в Кунгур прибудут мотоциклисты, участвующие в пробеге Ижевск-Владивосток. Мотопробег называется «Волна памяти» и проводится в память о погибших на дорогах водителях. Подобное мероприятие проводится в России с 2012 года. Нынче это уже пятый юбилейный всероссийский мотопробег. На площадке у Театра молодежи 25 байкеров будут ждать к жителям города, чтобы рассказать о миссии мотосообщества в России. Приглашаются все желающие.